Всем привет, друзья мои! Все любят пиццу. Колбаска, сырок, томаты. Все это в совокупности раздражает наши рецепторы. И нам хочется ее еще и еще. Есть пиццы закрытые и открытые, с бортиками на блине. Но сегодня мы приготовим домашнюю закрытую пиццу, так как ее вижу я. Для приготовления нашей пиццы нам понадобится тесто. Тесто у нас будет магазинное, заморачиваться с его приготовлением сегодня мы не будем. Также возьмем зеленого лучка пучочек, один спелый болгарский перчик, помидорчик и сыр. Колбаску можете использовать любую, которая вам понравится. Еще нам понадобится 5 шампиньончиков, майонезик, из приправ мы будем использовать орегано и базилик, ну и конечно же кетчуп. Первым делом, друзья, займемся подготовкой наших овощей для нашей пиццы. Шампиньоны нарезаем вот на такие вот долечки. Я думаю, они будут красиво смотреться в нашей пицце. Помидорчик нарезаем кружочками, очень тоненько. Затем откидываем на сице, для того, чтобы стекла лишняя влага. У болгарского перчика удаляем всю сердцевину и нарезаем его вот на такие вот ломтики. Тоненько нарезаем вашу любимую колбаску, хотя способ нарезки колбасы для пиццы можете сами регулировать, как вам угодно и как вы любите. Я, например, решил колбаску нарезать вот на такие вот ломтики. Я думаю, они будут гармонично смотреться в нашей будущей пицце. Ваш любимый сыр натираем на терочке. Теперь, друзья, займемся соусом. Это, конечно же, соусом трудно назвать, но так как у нас пицца домашняя и на скорую руку, то мы будем использовать майонез вместе с кетчупом. Добавим мы туда базилик и орегано и все хорошенечко перемешаем. В итоге мы получаем вот такой вот в кавычках соус, который мы будем обмазывать нашу будущую пиццу. Теперь займемся нашим тестом. Стол, на котором мы будем раскатывать тесто, посыпаем мукой. Это нужно для того, чтобы наше тесто не приставало к столу и хорошо отходило. Скалочки у меня нету, но есть бутылка из-под выпитого пива. Настоящего кулинара ничего не остановит. И мы берем эту бутылочку, обматываем пищевой пленочкой и вот наша скалочка готова. Теперь этой бутылкой раскатываем мы наше тесто. Тоненько-тоненько. Это вам, друзья, мой совет. Нет скалки, используйте бутылку или банку. Друзья мои, если вы хотите знать, когда выйдет очередной ролик, вам необходимо подписаться на канал и нажать на колокольчик. И теперь вы будете первыми, кто увидит новое видео. Ну а теперь приступим непосредственно к нашей пицце. Противень, на котором будет выпекаться наша пицца, посыпаем мукой и выкладываем наше тесто. В виде вот такого вот солнышка. Со всех краев делаем эдакой цветочек. Дно нашей будущей пиццы смазываем нашим аматорским соусом. Хорошенечко так, чтобы вся поверхность была покрыта соусом. Затем выкладываем красиво нашу колбаску. Распространяем по всему периметру нашей пиццы. Следующий слой у нас идут помидорчики. Помидорчики тоже красивенько выкладываем, не сваливаем друг на друга. Всю эту красоту притрушиваем сверху нашим болгарским перцем. И посыпаем зеленым луком. Вместе с нашими грибочками. Добавляем мелко нарубленный чеснок, о котором я забыл сказать. И посыпаем это все орегано. Ну а сверху, друзья, конечно же наш сыр. Это, по-моему, самый главный элемент приготовления пиццы. А вы как считаете, друзья? Когда все наши компоненты соединились воедино, начинаем закрывать нашу пиццу. Скрепляем наше тесто, формуем его в виде цветочка. Лишние концы теста обрезаем. В итоге мы получаем вот такую вот шикарнейшую закрытую пиццу. Сверху нашу пиццу смазываем оставшимся соусом. Ну и, в принципе, все. Наша пицца готова к выпечке. Вот такой вот необычной формы пиццу сегодня мы будем с вами выпекать. Сверху ее нужно попрокалывать вилочкой, чтобы наше тесто дышало. Отправляем нашу пиццу в разогретую духовочку до температуры 200 градусов. И в течение 10 минут выпариваем из нее жидкость. Затем температуру добавляем до 240 градусов и выпекаем 15 минут. Общее время выпечки нашей пиццы 25 минут. Лучше, конечно, использовать круглую форму для выпечки, чтобы получить вот такую вот пиццу. Ну а на нашей квадратной форме тоже получилось ничего. Сейчас мы ее разрежем и подадим. Смотрите, друзья, какая она внутри красивая, сочная и вкусная. А запах издает обалденнейший. Сегодня, друзья, мы с вами приготовили закрытую пиццу. Это не кальцене, это домашняя вкуснейшая пицца. Я надеюсь, моя идея понравится вам и вы приготовите эту пиццу дома. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, репостите видео. До следующих шедевров, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok